1 мая в качестве праздника Некоторые лозунги, например, позор поджигателем войны, несли и в советских, и в германских праздничных колоннах. Много общего было и в других приметах Первомайского празднества. Например, на площадях демонстрировалась военная техника. Дух коллективизма был широко разлит в воздухе. Похожими были и мажорные песни, которые распевались в фильмах и в жизни. Вы, конечно, узнаете знакомую вам мелодию. Все выше и выше и выше стремим мы полет наших птиц, украденные у немецкого рейха и потому не знающие границ. Первый мая Сталин, как обычно, стоял на трибуне Мавзолея. Дотошные наблюдатели обратили внимание на близко рядом стоящего с вождем командарма Семена Тимошенко, отличившегося в недавней советско-финской войне. Это был признак надвигающихся перемен в Наркомате обороны Советского Союза. Гитлер же в этот день впервые с 1933 года не выступал с речами и не появился на публике. Но Гитлер издал торжествующий приказ солдатам Норвежского театра военных действий. Дело было в том, что в этот день германские войска, шедшие в центральной Норвегии к городу Транхейму с севера и с юга, соединились. И это значило, что германский день труда, как назывался праздник 1 мая в Германии, будет отмечен еще одной победой германского вермахта. При этом надо заметить, что в северной Норвегии, в районе Нарвика, положение германских войск было все еще очень и очень трудным, а возможности союзников, поддержка флота, отсутствие немецкой авиации, возможность беспрепятственно наращивать свои войска на Норвежском берегу, обещали Великобритании и Франции успешную борьбу за Норвегию. Но союзники медлили самым необъяснимым образом. Эвакуация английских и французских солдат из района Транхейма началась 1 мая. Сильный туман, с одной стороны, мешал британскому флоту двигаться по узким норвежским фиордам, а с другой стороны, спасал войска и корабли от господствовавшей в воздухе немецкой авиации. Когда туман рассеивался, следовали массированные налеты бомбардировщиков Люфтваффе. К счастью для британцев, погода благоприятствовала им, и к 5 мая эвакуация была успешно завершена. Союзники потеряли всего два эскадренных миноносца. Королевский флот получил ценный опыт высадки и спасения, эвакуации прижатых к морскому берегу войск. В ближайшее время это умение британским морякам очень пригодится. В районе Нарвика в начале мая англо-французские войска имели подавляющее преимущество в людях и тяжелой технике. Немецкий гарнизон города умело отбивал все атаки. Генеральный штурм Нарвика был назначен на 8 мая, но затем его отменили. А скоро слагаемые победы союзников на севере Нарвика начнут таять, как снег под лучами жгучего солнца. На крайнем севере снежная пурга и густой туман уже в день высадки немецкого десанта заставили солдат залезть в снег и продвигаться вперед по полсотни метров в час. К тому же норвежцы, в отличие от датчан, оказывали нешуточное сопротивление. Чтобы оборонять Нарвик немецким горным егерями морякам с потопленных кораблей, необходимо было подняться на окружающий город горные кряжи. Окапываться пришлось среди скал, применяя взрывчатку. Полное северное бездорожье, глубина снежного покрова была для пехотинцев генерала Дитля большим врагом, чем английские и шотландские гвардейцы. Солдаты передвигались как альпинисты перед восхождением, тяжести передавались по цепочке, спали, зарывшись в глубокий снег. Затем наступила поздняя северная распутица и оборонительные позиции поплыли. Но хозяевами норвежского заполярья остались немцы. 7 мая согласно журналу посетителей кремлевского кабинета в 14.00 первым в кабинет к Сталину вошел председатель президиума Верховного Совета Михаил Иванович Калинин. Обсуждались вопросы награждения, отличившихся в зимней войне, новых званий и другие протокольные вопросы. В 18.40 в кабинет вошли члены Политбюро Жданов, Молотов, Ворошилов. А еще через 5 минут была приглашена группа военных во главе с командармом Кимошенко. Началось обсуждение необходимых перемен в Наркомате обороны. Было решено ввести в Красной Армии генеральские и адмиральские звания. Заместителем начальника генштаба к сталинскому любимцу Шапошникову был назначен Кирилл Мерецков. Отличившегося на Холхенголе в боях с японской армией генерала Жукова направили командовать киевским особым военным округом. Самым важным округом, по мнению Сталина, на случай большой войны. В 21.45 военные вышли из кабинета Сталина. Остались только Жданов, Молотов и Ворошилов. И здесь Сталин предложил освободить Ворошилова от должности Наркома обороны, чтобы Клим, подсластил пилюлю Сталин, сосредоточился на партийном кураторстве армии, а вместо Ворошилова назначить Наркомом обороны Тимошенко. Через 10 минут это важное кадровое решение было принято. Молотов, Жданов и Ворошилов покинули кабинет Сталина. На смену Ворошилову пришел отличившийся в ходе Советско-финляндской войны на должности командующего Северо-Западным фронтом Семен Константинович Тимошенко, которому в тот же день было присвоено звание маршала Советского Союза. По своему характеру Тимошенко остался на всю свою жизнь хорошим въедливым фельдфебелем русской императорской армии. Именно фельдфебельские качества позволили Тимошенко вымуштровать войска перед решающим штурмом линии Маннергейма в январе и первой половине февраля 1940 года. Тимошенко показал себя деятельным преемником Ворошилова. Уже через два дня, 9 мая, Тимошенко направил Сталину письмо, в котором он сообщал, что намеченная в соответствии с Политбюро от 1 декабря 1939 года реорганизация Красной Армии по-прежнему буксует. В действительности, по большому счету, Сталин заменил Ворошилова-Тимошенко для того, чтобы ускорить насыщение самой большой армии в Европе невиданным количеством военной техники, а также подхлестнуть концентрацию советских дивизий в западных военных округах. Однако ни Сталин, ни Тимошенко реально не представляли себе, что они сажают в башни танков из-за штурвала самолетов малообразованных, зачастую плохо подготовленных в профессиональном отношении летчиков и танкистов. Количество явно побеждало качество. Франция готовилась к длительной обороне. Для этого у нее была знаменитая линия Мажино. Строительство ее было начато в 1929 году, когда военным министром Франции был Андре Мажино. Это были долговременные фортификационные сооружения. В 1934 году линия обороны Франции была завершена. Она простиралась от швейцарской границы до Люксембурга и прикрывала все 750 километров франко-германской границы. Железобетонные огневые сооружения соединялись подземными ходами сообщений. На глубине до 30 метров имелись подземные галереи, склады боеприпасов, запасы воды и питания. Две полосы укреплений перед обеими заранее пристреленное пространство. Конечно, немецкая армия понесла бы громадные потери, если бы решилась штурмовать линию Мажино. Но беда для Франции заключалась в том, что ее стратеги предполагали, что фронт обязательно пройдет по линии Мажино, продолженное укреплениями на бельгийской территории. Эта мысль была убаюкивающей, усыпляющей для французской нации, которая, укрывшись за неприступным барьером, будет сдерживать противника до тех пор, пока он, истощенный, не потерпит крах у ее ног, то есть у подножия линии Мажино. Возможно, в 1914 году все бы так и было, но в 1940-м пассивная оборона имела уже минимальные шансы на успех. Французская армия в количественных показателях ничем не уступала немецкой и даже во многом ее превосходила. Но боеспособность французов была на порядок ниже германской. Сказывалась с первого победа в Первой мировой войне. Громадные людские потери, не заживающей болью, отзывались во французском обществе. Более всего французские интеллектуалы боялись кровопролития потерь. Эти настроения оказывали большое влияние и на состояние армии. О французской стратегии мы еще будем говорить, а сейчас упомянем только возраст некоторых французских военных лидеров. Главнокомандующий. Генерал Гамилен. 68 лет. Генерал Вейган. 73 года. Маршал Петен. 84 года. Понятно, что в таких летах рисковать уже не хочется. И главное – осторожность, осторожность и еще раз осторожность. Со всей определенностью скажу, что французская армия образца 1940 года разительно отличалась от армии французской республики 1914. И не в лучшую сторону. Ибо тогда в обществе отчетливо ощущалось дыхание приближающегося реванша. Я имею в виду реванш за поражение унизительное во франко-прусской войне. А теперь во Франции и в армии, и в обществе в целом господствовали совсем иные настроения. Настроения, сопряженные с перспективой отсидеться за линией машино. Настроения, которые были связаны с ярко выраженным нежеланием воевать, ввязываться в какие-то серьезные действия. Тем более действия, связанные с наступлением. Немецкие войска на Западном фронте продолжили демонстрацию своих мирных намерений. Над окопами вывешивались плакаты с обращениями к французским солдатам. Едва-едва не дошло дело до братани, с помощью которых немцы разваливали русскую армию в 1917 году. Самолеты Люфтваффе не бомбили передний край, а сбрасывали листовки с выражением дружественных чувств к французскому народу. Пропагандистские солдаты Геббельса сосредоточили свой огонь против английской плутократии, обходя стороной французскую. Удивительно, но миллионная армия Германии сохранила секретность своих перегруппировок. А французский генеральный штаб все еще готовился к главным сражениям на бельгийской земле. Вот что записал в дневнике американский журналист Уильям Ширер в начале мая 1940 года. Два дня назад я в четвертый или в пятый раз с начала войны проехал вдоль Рейна из Базеля во Франкфурт. Две громадные армии стоят разделенные этой рекой. До сих пор все тихо. В одной из деревень на спортплощадке немецкие дети играли на виду у французских солдат, слоняющихся без дела по другую сторону реки. На открытом лугу недалее двухсот ярдов от Рейна резевятся несколько немецких солдат, гоняя старый футбольный мяч на виду у французского Блокгауза. По обоим берегам Рейна беспрепятственно пыхтели поезда. Причем некоторые с тем самым грузом, который производят сейчас такие ужасные разрушения в Норвегии. Ни одного выстрела. В небе ни одного самолета. Что же за война? Что за игра? Почему самолеты бомбят тыловые коммуникации в Норвегии, как это было в Польше, как это было везде во время прошлой мировой войны, а здесь, на Западном фронте, где две самые большие армии в мире стоят лицом к лицу, полностью воздерживаются от убийств. На северном фланге французской обороны располагался английский экспедиционный корпус под командованием генерала Джона Горта. Переброска корпуса на континент была начата в первую неделю сентября 1939 года, и он тогда состоял из четырех английских дивизий. К маю 1940 года общая численность была доведена до десяти дивизий. Англичане построили более 400 новых дотов, установили сплошное проволочное заграждение, основательно усовершенствовали в инженерном отношении свои позиции и приготовились к длительной обороне. Интересно, что английский экспедиционный корпус занимал те же самые позиции, что и в Первую мировую войну. Поэтому шутка, что в Англии военное министерство всегда готовится к прошлой войне, а не к настоящей, будет уместно. Британцы действительно основательно подготовились к Первой мировой войне, создали труднопроходимую линию обороны, которую во Второй мировой войне им оборонять не пришлось за ненадобностью. Но об этом в нашей следующей серии цикла «Вторая мировая. День за днем». Большую помощь подводным лодкам оказывали так называемые германские вспомогательные крейсера. Это были обычные торговые быстроходные пароходы, вооруженные артиллерией и пулеметы. Все вооружение вспомогательных крейсеров было хорошо замаскировано и укрыто брезентов. Подобные рейдеры направлялись немцами, как правило, в Южную Атлантику, в Индийский океан и даже к берегам Австралии. Вспомогательные крейсера находились в море более года, и результаты действий рейдеров были более чем впечатляющими. Например, вспомогательный крейсер «Пингвин» вышел из Гамбурга в начале мая 1940 года. За 11 месяцев охоты в Индийском океане «Пингвин» уничтожил 28 судов. Еще 5 погибли от поставленных рейдером «Нин». Ровно через год вспомогательный крейсер был обнаружен британским самолетом, который навел на него тяжелый британский крейсер «Корнуолл». В неравном бою «Пингвин» погиб. В начале мая, готовясь к большому наступлению на Западном фронте, Гитлер был озабочен позицией Муссолини. Италия была нужна Гитлеру не в качестве военного соратника. Нет. В Германии резонно полагали, что Италии скорее самой понадобится помощь в случае ее активного вступления в войну на Западе с первых дней немецкого наступления. Гитлеру нужен был союзник в политическом смысле, который будет всемирно озвучивать и поддерживать малообоснованные претензии Германии к нейтральным странам. Поэтому Гитлер в эти дни бомбардировал дуча письмами и был весьма удовлетворен, когда Муссолини 5 мая выступил с резкой критикой Бельгии и Голландии, желавших, по мнению Муссолини, за чужой счет обеспечения их нейтралитета. Гитлер в письме к Муссолини, отправленном 7 мая, благодарил дуча и сообщал, что итальянский диктатор будет вовремя информирован о всех грандиозных немецких планах. Муссолини соскучился по военным триумфам. Победы Гитлера в Норвегии и Дании вызвали у последнего римлянина острый приступ зависти. Давайте вспомним судьбы нескольких малых европейских стран после первых восьми месяцев Второй мировой войны. Польша завоевана и разделена между Германией и Советским Союзом. Финляндия побеждена и вынуждена согласиться на все условия победителя. Дания оккупирована. Норвегия завоевана и оккупирована Германией. На кого тогда могли надеяться малые страны Прибалтики, Балкан, Восточная Европы? Западные демократии ввели тяжелую оборону против Германии. И опереться на их поддержку было делом весьма сомнительным. Греция вскоре попробует это сделать. И кончится все крахом. Естественно, что Венгрия, Румыния, Болгария и Финляндия постепенно начали входить в серое влияние Третьего Рейха. Прибалтийские страны, Латвия, Литва и Эстония, резонно опасались Советского Союза. Молотов ведь уже заявил, что Советский Союз не потерпит в Латвии и Литве недружественного ему правительства. Атмосфера в Европе для малых стран была удушливой. Само собой разумеется, что им приходилось переходить на сторону победителей на данный исторический момент. В Соединенных Штатах Америки 40-й год был годом выборов президента. Поэтому никаких резких внешнеполитических шагов американская администрация совершить не могла. Реальная позиция действующему президенту Рузвельту не позволяла открыто стать на сторону Великобритании и Франции. Но Рузвельт незаметно увеличивал зону ответственности американского флота за безопасность судоходцев в Атлантике, в том числе и английского. Великобритания размещала нужные ей заказы на американских заводах. При посредничестве Америки в Англию ввозили стратегические материалы. В американских банках были заморожены германские активы. На государственном уровне прекратились торговые отношения с Германией. Япония никак не могла закончить войну с Китаем. Она полностью контролировала прибрежные районы благодаря господцу на море своего мощного военно-морского флота. Но ее экспедиции во внутренние китайские области проходили с переменным успехом и большими потерями. В труднодоступных районах Китая господцевали гомендановцы Чан Кайши и коммунисты Мао Цзэдуна. В японском военном министерстве прошло совещание высших офицеров армии и флота. Впервые в таком большом составе обсуждались вопросы будущей стратегии. В каком направлении заключены жизненно важные интересы Японии? Должны ли ее вооруженные силы двигаться на юг, или экспансия должна быть направлена на север? На север это, конечно, против Советского Союза. А вот движение на юг предполагало выбор Филиппины, Бирма, Индокитай, Индонезия. Японская армия считала предпочтительным южное направление, а флот полагал необходимым двинуться на север. В этот раз к согласию не пришли. Решили, что выбор будет зависеть от успехов или неудач гитлеровской Германии в Европе. На севере Норвегии продолжались бои вокруг бухты Нарвика. При соотношении 1 к 5 гитлеровские солдаты отбивали все атаки союзников, в состав которых входили английские, французские и польские части. Двумя неделями позже Уинсон Черчилль со всей откровенностью скажет о причинах неудачи под Нарвиком. Превосходство немцев в планировании, командовании, энергичности было очевидным. Они неуклонно осуществляли свой план операции. Они умели мастерски использовать возможности, которые давало им применение крупных сил авиации. К тому же превосходство немецкого солдата, особенно в мелких стычках, было очевидным. В Нарвике пестры по составу, наспех сформированный отряд в 6 тысяч человек, на протяжении 6 недель держал под угрозой союзные войска, насчитывавшие более 20 тысяч человек. В этой норвежской операции действия наших лучших войск, шотландской и ирландской гвардии, были парализованы энергичными, находчивыми и хорошо обученными молодыми солдатами Гитлера. Умышленно или по незнанию, но Черчилль преувеличил число немецких защитников Нарвика. На самом деле их было не 6 тысяч, а чуть более 4. Во Франции в последние дни странной войны, мирной войны, если так можно сказать, когда на фронте не стреляют, никого не убивают, самолеты не сбрасывают бомб, а дуло орудий зачехлены, самым сильным желанием все еще было ожидание мира. Он казался неизбежным, а война никому не нужным делом. Миллионные же армии засели друг против друга, словно для перетягивания каната. Страна, не готовая к войне, более всех других жаждала мира. Прежде всего, надо сказать, что внутри самой Франции не было гражданского мира. Между левыми и правыми зияли непреодолимые пропасти. А французские интеллектуалы, вроде Дриола, Рашели и других, полагали, что французам нечего бояться фашизма и нацизма, потому что они давно уже, еще в начале 30-х годов, пришли во Францию. В той ситуации, которая возникла в начале мая 1940 года, надежды на заключение мира с Германией, которыми жили большинство французов, скорее приближали большую войну на землю Франции, чем отодвигали ее. В начале мая 1940 года Гитлер четырежды назначал дату наступления на Западе. Атака вермахта планировалась и отменялась на 5, 6, 7 и 8 мая. Причиной отмен была плохая погода и недостаточная убедительность оправдательных доводов в связи с нападением на нейтральные страны Голландию и Бельгию. Риббентробу пришлось поломать голову над формулировками. Интересно, что в Голландии проживал бывший германский кайзер Вильгель II. По поводу бывшего монарха Гитлер издал специальное распоряжение. Кайзера следует приветствовать, но сообщить ему, что в его положении ничего не меняется. Министр иностранных дел Германии Риббентроб поручил послу в Москве фон Шулинбургу секретно проинформировать своего советского коллегу Молотова о мотивах, заставивших Германию вторгнуться во Францию, Бельгию и Голландию. Ответ Молотова мы процитируем в нашей следующей серии. 8 мая генерал Йодель записал в дневнике тревожные вести из Голландии. Отмена отпусков, эвакуации, блокирование дорог и другие мобилизационные приготовления. Фюрер больше не хочет ждать. Геринг просит отодвинуть начало наступления хотя бы до 10-го. Фюрер крайне обеспокоен. Он соглашается передвинуть дату наступления на 10 мая, по его словам, вопреки интуиции. Но не на день дольше. На следующий день Гитлер отдал приказ начать наступление ранним утром 10 мая. В 17.00 приказ поступил в войска. На линии Можино продолжалась обычная безмятежная жизнь. В английском экспедиционном корпусе солдат веселила бригада известных комиков. В репертуаре была и веселая песня о несокрушимости линии Можино. Во французской армии существовала система отпусков на выходные дни. Офицеры, как правило, ездили в Париж и в уютных переполненных кафе коротали свое отпускное время. 9 мая 1940 года был четверг. Многим отпускникам оставалось пережить на фронте следующий день, пятницу. А затем они уже предвкушали удовольствие и развлечение Парижа. Театры, кафе, красивые девушки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова